Всем привет, ребята! Сегодня я продолжаю видео уже по ремонту своего нового корча. Ребята, ну как бы там это смешно не случало, в действительности я купил автомобиль. После первого либо второго ее, скажем так, заезда, пробного заезда, у меня все уже и случилось. На видео, где я показывал, как машина едет, я думаю, внимательно не заметили, как она шла строчка. После всего этого у меня отвалился просто цилиндр, как я предполагаю, это клапан, ребят, просто либо прогорел, либо что-то другое, но сейчас мы посмотрим. Надеюсь, ну, скорее всего, это не поршень, потому что были тогда другие эффекты, скажем так, признаки, да, там масса дымела. Да, ребята, вот такая вот бывает история, вроде только купил и уже сразу на ремонт. Но, как бы там ни было, мне всегда было интересно попробовать купить что-то готовое, то, что я сам не делал, и на этом поехать. И вы знаете, я скажу вам так, что это действительно, вот тот, кто боится этого, именно, что ты возьмешь эту тачку и будет проблема, вот с этой машиной бы так оно и было. Потому что в действительности, ну, были вопросы, машина не ездила повседневно, часто она не ездила, только на гонках. Поэтому я предполагал, что такое что-то может быть, но, в общем, так оно и случилось. Не то, что я бы этого хотел, просто так получилось. То есть, ребят, тем более, запомните, что я вам говорил, я ехал на машине на минимальной мощности, то есть на оффе. Я не старался выжать с нее максимум, что-то там, какие-то цифры увидеть. Просто я ее испытывал под себя, привыкал, ну, и, в общем-то, она и сломалась. Но я скажу от себя, что мне все понравилось, машина класс. То есть, ехать на ней было одно удовольствие, потому что едет она ровно, едет она такое же самое время, даже с проблемным мотором, как я потом выяснил. Как и моя восьмерка в свои лучшие времена. То есть, ровно, никуда ее не вводит на этой мощности. То есть, все круто. Просто разбираем автомобиль. Сейчас я вам покажу все, что там имеется у нее внутри. Мне обещали, что там стоит ковка, ну, кованые поршни. То есть, при том, среднем блока я видел, что там что-то там, я не знаю. Я их трогать не буду. Я чисто снимаю головку и смотрю на состояние клапанов. Я уже снял головку, сейчас, ну, эта процедура вполне стандартная, снимается все навесной, все, что мешает для снятия самой головки. Я ее снял, нашел даже, что было причиной отсутствия компрессии. И меня удивил тот факт, что клапан при этом не пострадал. Сейчас это для меня дополнительная возможность познакомиться с автомобилем, с ее конфигурацией. Я узнал, какие у меня стоят распредвалы. Я узнал, какие есть поршни. Ну, точнее, подтвердилось то, что мне говорили. Также заголовку я тоже узнал, то, что за нее говорили. Все совпадает, в принципе, все нормально. Это ее навесное, которое я поснимал. Также можно видеть, какие форсунки стоят. В принципе, для меня, как бы, это полезно было. Плюс устранить те дефекты, которые я говорил, что подсекают трубы там. Я попробую это все сделать. Ну, давайте начнем с самого простого. Я уже говорил, что у меня сечла турбина. Я уже менял прокладки на ней. Ну, по крайней мере, пытался это сделать. Что-то получилось, но не идеально. Смотрите, в чем проблема. Я приложил сейчас ровную плоскость на фланец. И можно будет увидеть, что там есть небольшая вот щель между фланцем и самим штангелем. Ну, как-то вот так вот. Вот. Сейчас, я думаю, лучше будет видно. Она небольшая, но этого достаточно, чтобы турбина подсекала. То есть, я хотел сказать, что, чтобы это дело устранить, самый простой способ, это шифернуть поверхность, сделать ее ровной. Таким образом, я сниму здесь, чуть-чуть, здесь, чуть-чуть, сниму по краям. То есть, центр у меня не трогаться не будет, будет сниматься по краям металл. И что у нас получится? У нас будет просрабляться металл. Не факт, что в будущем он так же сам не, скажем так, не пойдет деформироваться. Вот так вот. Не знаю, ребята. Это самый простой способ. Возможно, я так и сделаю, поставлю. Ну, а там будет видно. Дальше, по всем деталям, в принципе, вопросам нет. Видно, что фильтр менялся здесь. Скорее всего, когда делается ребют двигателя, когда делается головка, поменялся впускной фильтр. Турбина в хорошем состоянии. Вот такое вот у нее идет колесико, видите. Такое немаленькое, я бы сказал. Я его не замерял, честно говоря. Ну, это намного больше, чем то, что было у меня когда-то. Вот. Давайте так. Из основного я вроде показал. Ну, и теперь давайте перейдем к моей проблеме. Так вот. Проблема была в том, что когда я снимал распредвалы, я их вытащил, мне нужно было достать гидрокомпенсаторы. Когда я начал это делать, я обратил внимание, что у меня на пятом клапане, именно третьего цилиндра как раз таки, он не выходит до конца. То есть, я на него нажал, чуть-чуть в другом месте, надавил, да, на самый гидрокомпенсатор. И он как бы отстрелил и встал на место. То есть, этот эффект сразу был понятен, почему у меня машина то протраивает, то не протраивает. То есть, клапан где-то не выходил на свое положение из-за гидрокомпенсатора. Это мое нынешнее предположение. То есть, другими словами я сейчас буду все это дело пробовать и понять, в чем же все-таки причина. Уже клапана, как видите, закрыты визуально. Не видно, чтобы клапан был подогнут. Вот. Точнее, у меня клапан идет, вот этот пятый клапан, вот именно он был у меня приоткрыт. Из-за этого была нулевая компрессия. При том, что, как я думаю, по клапану не касалось. То есть, сплошь и не погнул его. Либо же, если бы он коснулся, он бы просто вытолкнул его на свое место. Фактически, я так понимаю, что его отпускало на больших оборотах, когда там все это крутилось очень быстро. Где-то его отпускало, он возвращался на место, машина типа заработала. На, допустим, когда-то он оставался. Ну, в общем, причина я подозреваю в самом гидрокомпенсаторе, который где-то об что-то там цепляется. Очень странное объяснение, я согласен. Когда я сниму его, я вообще пока не снял. Я в этом, я думаю, разберусь. Но сейчас я хотел бы сделать простой тест, для того, чтобы понять, нужно ли вообще делать эту головку. То есть, если здесь будет сейчас течь керосин, вот, то, ну, значит, подогнуло клапан, либо что-то типа этого. Ну, я все хочу залить, скажем так, камеры сгорания и посмотреть, что будет за эффект. Ну, я знаю, что заводит, что уже у меня все камеры рабочие. То есть, третье у меня показывал на любую компрессию. Сейчас, если третий, вот он третий, который я залил, ну, керосин вроде на месте. Если не будет он уходить, значит, все работает. Ну, как видите, он стоит на месте. Уже бы компрессия была, грубо говоря. То есть, если бы сейчас я не снимал бы головку, а просто бы вернул клапан на место, то компрессия бы уже была и дальше машина поработала. Единственная проблема в чем? Выходит так, что... Сейчас тут идет разница. Головка лежит не идеально ровно. И вот так вот, смотрите. В чем тут момент получается? В том, что я могу и дальше. Я бы мог поправить клапан, либо газануть на ней, он бы встал на место, она бы заработала. Но этот бы эффект повторялся бы снова и снова. То есть, я бы в любом другом заезде, который я бы делал, скорее всего, машина бы себя, ну, показала так же само. Да, она едет, едет она как бы вроде бы и неплохо, но надо это дело устранять. К вопросу моих валов, которые я тут узнал, какие стоят. К моему, скажем так, удивлению и даже, я сказал бы, какой-то радости, вот. Эти валы такие же самые, как были у меня на семерке, которая сгорела. Ребят, представляете, вот такое совпадение, что одни и те же самые валы. RS-401. То есть, я как бы и приятно удивлен с одной стороны, и с другой стороны. Я думал, что там что-то другое стоит. Ну, типа, немножко покруче. А на самом деле, это такие же самые палки, которые были у меня все эти годы, и на моей восьмерке. Ну, потом уже и на семерке. Ну, сейчас это уже почти, ну, почти моя восьмерка получается. По этим валам, по крайней мере. Ну, да, другая турбина, совсем другой двигатель получается по мощности. Но, имеется в виду, по вот этим вот железякам, которые в ней стоят, очень уже напоминают мою первую турботачку. Прикольно, конечно. Хотел еще отметить, что коллектор выпускной сделан довольно-таки неплохо. У него толстые фланцы, которые не повело. Ну, и, собственно, за счет этого, я считаю, что это неплохой коллектор. То есть, его тоже надо будет, ну, я посмотрю, что с ним можно сделать. Будут какие-то прокладки его, допустим, на вот этом вот элементе заменить. Кстати, я не обратил внимания, но здесь регулировка наддува турбины осуществляется через коллектор. То есть, выхлопные газы, они просто не доходя от турбины, выходят наружу. Просто наружу выходят и таким образом регулируется наддув на турбине. Такой создается своего рода эффект, когда ты едешь и турбина работает в офе. То есть, раздувается она меньше, чем, ну, скажем, максимальный режим. Я не знаю, честно говоря, какой наддув на офе, потому что мне сказали, что вроде бы один бар, но я не проверял. Максимальный режим должен быть 2,3 примерно. Сейчас я буду разбираться, в чем была причина. Попытаюсь ее устранить, эту проблему, чтобы она в будущем уже больше не вылазила. Как-то освежить, может быть, какие-то патрубки силиконовые поставить. Ну, то, что, в принципе, я всегда с самого начала иду делать. Ну, и вот эти фланцы по натурбине, то есть, вот такие вот мелкие-мелкие косички, которые здесь были. Они не влияют, на самом деле, на езду, но лично для меня хотелось бы, чтобы это все было устранено. Ну, и дальше будем собирать, ребята, и пробовать ее уже с нормальной рабочим клапаном, замерить на этой минимальной надуви, потому что мне очень интересно, сколько она поедет. Снял я этот клапан, который у меня не дошел до конца. В общем, причина это была не сам клапан и не эта пружина, а в самом колодце, где двигается у нас гидрокомпенсатор в этой части. Я там нашел какую-то заусенницу, такую небольшую. Это еще, скорее всего, при изготовлении головки, то есть, головка новая. Брали, скорее всего, новую головку и ее уже дорабатывали. Здесь доработка, в принципе, неплохо сделана. Я так понимаю по всем стандартам, потому что, помимо того, что здесь дорабатывали подвалы, вы видите, да, вот эти вот места, вот, это же кулачок проворачивался. Это я раньше у себя на видео показывал, это самая стандартная и самая простая доработка. Здесь все то же самое, только здесь еще и доработан клапан. Клапан, каналы, ну, как бы грамотно доработано. Смотрите, ну, давайте, раз я уже с этого начал, сразу покажу. Ну, во-первых, это клапан 32 мм, он больше, чем стандартный клапан на 3 мм. Вот стандартный клапан. Не буду вам сейчас показывать это, в сравнениях это так оно и есть. Тут 29, здесь 32. Соответственно, выпуск у меня идет 29, ну, вы поняли, 32 на 29. Пружинки Opel C20XE усиленные и под них же, соответственно, вот эти вот облегченные и специально под эти пружины сделанные тарелки. В общем-то, в принципе, все круто. Каналы сделали тоже грамотно, все, но... Вот это же подбис клапан, соответственно, у меня что-то начал троить мотор. Это вопрос, я думаю, решу, но есть еще другой момент, сейчас вам покажу. Засухарены клапаны на разную величину, из-за этих же тарелок. Смотри-ка, я сейчас покажу ножка это. И вот, видите, и сам стержень клапана. Вроде как на одной, почти на одной плоскости вот тут. Вроде бы как и работает нормально, и с другой стороны так не должно быть. Приходим на следующее, видите, тут выше стоит. Эта часть выше идет, чем тарелка. Как и должно быть. То же самое, как и здесь, плюс-минус. Вот есть у меня пару клапанов, где явно видно, что, видите, провалился туда вовнутрь. И сам уже гидрокомпенсатор, если вы обратите внимание на поясок вокруг отверстия, вот этого, вот отверстие, видите, надавил от гидрокомпенсатора. То есть сам гидрокомпенсатор упирался уже не в стержень клапана, а упирался в саму тарелку. И надавил вот этот след здесь, вот здесь, соответственно. Здесь еще не успел надавить, видите, он тоже проваленный. Ну и дальше так же самое. Вот проваленный, допустим, здесь тоже проваленный. Ну вы поняли, да, смысл. Оно провалено все на разную величину. То есть у меня клапана не все, короче, не все пружины сжаты одновременно, ну, сжаты одинаково. То есть где-то клапан сжат больше, где-то меньше. В общем, это явно, она работала, да, все, но явно такого быть не должно. Скорее всего, это либо брак в изготовлении самих тарелок, что либо с самого начала такого не было, оно потом просело. Либо же такое было изначально, но я сомневаюсь, что ее так собирали, потому что здесь подход был вроде бы серьезный, поэтому я исключаю этот момент. Все, ребят, сейчас я хочу их рассухарить. Я уже купил новые тарелки, это уже титановые тарелки клапана под эти пружинки. Цена этих тарелочек вышла мне 5600, по-моему. Это сейчас в долларах где-то 120 долларов, может. Все, ребят, такой вот у меня идет момент еще по этой головке. Также сейчас я все это дело поснимаю и отвезу, проверю плоскость. Ну и потом соберу, как бы буду ставить уже на машину. Подсобрал уже некоторое количество деталей. Как вы видите, тут я уже закупал силикон, ну это шланги плюс прокладки. Сейчас я немножко детальнее покажу, смотрите, значит, по поводу силикона. Во-первых, я уже начал примерять силиконовые шланги, вот они там все идут. Сейчас я покажу, какие есть нюансы по этому делу. Также мне не хватило длины, соответственно, я докупал шланги также силиконовые, только они просто черного цвета. Ну, то есть, чтобы понимали, тут, я думаю, будет видно, что шланг просто идет черного цвета. Он такой же самый силиконовый хороший. Вот такой толстый шланг, двадцатка, это на спечке идет. Он стоит 12 долларов метр. Ну и тот, что идет, стоит десятка, стоит 8 долларов метр. Также я еще взял две прокладки на безгейт. Ну, вот смотрите, у меня получается, я его снял уже. Вот такой фланец идет, если обратить внимание, видно, как идет, он сек. Сек он по той причине, что там просто не было прокладки, и он уже и болтался. Там были плохо затянутые болты, собственно. Это потеря надува, в том числе, и, ну, как говорится, подсекание выхлопных газов. Значит, да, к чему я сказал это, потому что в этой машине были проблемы с выхлопной. То есть, есть определенное мнение, почему так получилось. Ну, то есть, я уже когда немножко с ней познакомился, вот турбина, кстати, фланец, я на ней уже начал ровнять, я уже почти его выровнял полностью. Сейчас, когда я все сделаю, когда все повыравниваю, соберу ее, я планирую затянуть фланец турбины, и потом его немножко прогреть, мотор, и еще раз подтянуть его. Ну, так я, в принципе, и делал всегда, но в этом случае будет не исключение. И, помимо этого, нужно иметь жесткую завязку с двигателем, чтобы турбина, она большая, и она, как, знаете, тяжелая деталь, она там может, скажем так, сидеболты попустится, что-то еще, типа, и плюс от вибраций. То есть, сейчас, если обратить внимание на трубу, то там будет видно кронштейн, я как раз и приблизился к нему. Он, вообще-то, должен быть приварен к этой части. Кронштейн сам отпал, соответственно, из-за этого турбина уже не имела жесткой связки. То есть, я планирую это дело все восстановить, и надеюсь, это поможет. Ну, помимо всего этого, еще взял я прокладки на турбину. Взял я их оригинал, по идее, должно быть. Посмотрите, я вам покажу сейчас, в чем разница. Это пакет прокладок. Вот такой идет. Одна и вторая, то есть, одинаково сделаны. Вот то, что стояло здесь у меня. Вот такая прокладка. Это просто обычный лист металла, тоненький. Они, кстати, самые дешевые, они стоят до 500 гривен. Такие прокладки я взял за 1100. То есть, ну, комплект имеется в виду. То есть, вот, вы поняли, да, вторая такая же самая. То есть, такие прокладки ставить только на идеальные ровные фланцы. Однозначно, оно будет работать, но в моем случае, видите, как бы так получилось, что... Ну, как минимум, я и купил такую уже, поэтому сейчас я ее соберу, как я собирал себе раньше. Вот такие прокладки я уже ставил себе на восьмерке. Они потом перекачивали в семерку, но вы поняли смысл. Поэтому сейчас я вернусь к тому же. Ну, и такой кронштейн, это как бы такая мелочь, но тем не менее. Это кронштейн, который держит эти заглушки на головке. Он там прикручивается. Ну, возможно, он, как бы, там и не нужен, потому что вряд ли они там будут вылетать. Востоятельные герметики. Но я такое себе делал, как бы их лишним не будет. Почему я все-таки покупаю и удлиняю шланг печки? Да потому что здесь идет самый даунпайп, который просто будет упираться в шланги, если они будут заводские. И их надо как бы обрать в сторону. То в сторону уйти. Я там уже подрезал шланг, чтобы туда глубже сел. А здесь мне просто не хватает на втором шланге длины. Сейчас я вот достану его, покажу. Вот он, видите. И не хватает такого кусочка, чтобы я мог срастить его на свое место. Вот и все. То есть это так было сделано здесь, чтобы у меня я мог вам показать, как это сделано было. Вот этот патрубок печки. Вот он оригинальный идет. Здесь через просто проставку идет двигатель. Если делаю то же самое, только у меня просто силикон будет стоять. Вот и все. Дальше, когда будет радиатор, то есть я смогу поставить и остальные патрубки. Ну точнее не радиатор, а когда я поставлю уже впускной ресивер, тогда я уже буду все остальное делать. Потому что там, скорее всего, тоже придется что-то, ну так, мудрить. Вот. Радиатор нестандартный. У него переваренные вот эти пасмассовые убрали и переварили просто алюминиевые части. По всему радиатору плюс его толщина. Ну я не могу сказать, честно говоря, насколько он толще. Может быть он стандартный, а может и нет. Ну в общем-то он неплохой радиатор. То есть такой вариант мне вполне устраивает, промыть его на всякий случай. Ну и буду ставить. Ну а пока, как я и сказал, сейчас мы эту всю мелочевку соберем, поставим коллектор. Уже будут нормальные прокладки, уже будут плоскостя на турбине. Вот. Я думаю, что еще немного, может быть, какую-то десятку в надуве, то есть выходе на бусте турбины получим. Ну а там будет видно. Кстати, не будем уже останавливаться на всех мелочах подробно, потому что я думаю, что основное я уже показал. Но вся проблема, которая была, как вы поняли, это были клапаны, тарелки, точнее клапан, тарелки и фланцы турбины. Все, ребят, во всем остальном здесь все, в принципе, было неплохо. Это было просто обслуживание, ребят. Все, что я сделал, это заменил тарелки. Кстати, стали они уже хорошо. Я не стал снимать уже на видео. Они все были одинаковые. Только там, по-моему, два клапана чуть-чуть, получается, отличались. Но это, возможно, еще была тридцовка клапанов. То есть клапаны-то не родные. И я их, кстати, не примерил. Это нужно было, конечно, сделать для себя. Но, как бы там ни было, все работает. И я думаю, что Титан будет покрепче, чем Дюраль. Поэтому, возможно, с этой проблемой мы уже, как бы, закончим. Этого не будет. Дальше фланцы. Почти на 100% получилось, ребят. Сейчас работает мотор на слух непонятно. То есть работает тихо, ничего лишнего не слышно. Но единственный момент, что там, где я тер фланец на турбине, вы видели, я его показывал, он самый плохой был. То там я в одном месте не смог вывезти, потому что там надо было тереть его очень много. И я подумал, что там небольшое такое углубление. Возможно, прокладка все-таки придавится. Но нет. Она придавилась, но не настолько так, чтобы полностью держать все. Это дело. Немного потравливает. Это, я бы так сказал, небольшие вырывания этих газов. Я даже погазовал, попробовал, как оно будет. Не особо их даже слышно. Но в любом случае, это уже лучше, чем было раньше. То есть все фланцы, которые тут были, я их все проверил, все сделал. И сейчас мотор работает по-другому. Возможно, на видео это так не передастся. Но я скажу вам, как я вижу это в реальную, вживую, то ощущается совсем по-другому. Намного приятнее даже не ехать куда-то. Сейчас по поводу остального. Ну, что тут сказать. Делали чистку форсунок. То есть, прочистили на всякий случай. Это заменили патрубки. Все, кроме обратки. Этот патрубок не менялся. Все остальное силиконовое стоит. После этого, ну, понятное дело, сейчас говорить о том, что замена масла это было обязательно. Потому что здесь масло было залито еще, я так понимаю, в 2021 году. Ну, то есть, его пора было по времени просто менять. И сейчас я залил 5,50. То есть, было 10,60, стало 5,50. Значит, потом антифриз, само собой, концентратом заливал. Ребята, все это дело, ну, скажем так, масло у меня вышло в 3,5 тысячи гривен с фильтром вместе. Концентрат в районе тысячи чем-то гривен. Ну, то есть, вы понимаете, да, что цены, как бы, ну, такие нормальные. Плюс мы тогда посчитаем, давайте еще треки клапанов. Ну, вы поняли, да, смысл. И, ребята, во всем этом, что могу сейчас сказать? Я сейчас просто буду тестировать. Я хотел сделать, ну, как бы, знаете, чтобы это было максимально интересно для вас, так, в том числе. И уже в следующем видео я вам хочу показать, как, ну, эта машина работает с ее фишками какими-то. Эти фишки я сам начинаю сейчас исследовать. Что-то я уже узнал, ну, прикольно получилось. Поэтому уже в следующей серии по этой машине я вам обязательно покажу все это дело. Но то, что еще не доделано. Так как это видео было техническое, я тут, как бы, хотел раскрыть, ну, скажем, больше информации. Коробка передач. Я вам уже говорил в самом первом видео, что у нее течет масло. Да, и эта коробка нуждается, скажем так, в ремонте однозначно. То есть, да, она работает, она ездит, но течет масло. Единственный ее момент. Я думаю, это сделаю, наверное, зимой, когда будет время, сниму ее и пересмотрю, что там нужно сделать с ней. Потому что, скорее всего, это проблема в редукторе. И по поводу самого же масла в этой коробке. Я когда его менял, не показал, что я туда заливаю. А, ребята, заливать сюда масло, ну, скажем, не очень такие дешевые даже. Потому что, сейчас я покажу. Вот такая баночка. Это американское масло. Тут все написано на непонятном языком. Я переводил эту надпись. И написано для редукторов и трансмиссий с повышенной нагрузкой. Вот так вот. То есть, вот эта баночка вышла у меня 1400 гривен. Составка 1500. Это литр. В коробку, как вы понимаете, заливается 3,7 литра. Ну, я доливал лишь масло, потому что там текло оно. Поэтому я, как бы, не смог купить все это на замену полностью. Да, и смысл, если оно течет. Поэтому, чтобы вы понимали, замена масла в коробке полная. Это где-то 150 долларов будет. То есть, это как бы не дешевый автомобиль, не дешевое удовольствие. Но, когда вы увидите следующую серию, что я вам покажу, вы поймете, что это, ну, наверное, того стоило. Как минимум покататься, просто почувствовать что-то новое. Это всегда прикольно. Делал машину, прошло уже немало времени. Так как я сжимал это видео, скажем, в одну серию. Хотелось показать все это в одном видео. То уже и время прошло немало. И я уже нахожусь в курточке. На улице у нас плюс 9 и дожди. Поэтому, сейчас я не смогу нормально и адекватно замерить. Показать ее время, да. И хотел бы по поводу этого немножко ответить на предыдущий комментарий. По поводу этой машины, что люди писали. Ребят, конечно же, машина интересная. В моем случае, это, наверное, самая мощная машина, которая у меня была. Но, давайте так. Если мы ее рассматриваем как гоночную машину. Как машину с результатом. Она не ехала, скажем так, в реально быстрое время. Которые ехали такие же дорогие переднеприводные автомобили. То есть, есть атмосферная машина, которая едет быстрее, да, так скажем. Я не замерял машину. Не ехал ее в максимальной мощности. Я не знаю, как она едет. Поэтому, сейчас что-то говорить конкретно я не могу. Но я вижу по ее сборке, по том, что все-таки был какая-то продвижки в сторону, скажем так, хорошего времени. Но, сможешь ли она его показать, я не знаю, ребят. Как минимум, на этой резине точно нет. Потому что резина, хоть и по Услик той, этой восьмерки. Но она 16-го года. Она уже потеряла свои свойства. И плюс, сейчас по холодному асфальту она не зацепится. А для переднего привода это очень важно. Потому что без старта не будет результата. Она может быть, безусловно, поедет ходом очень быстро. Я не знаю, там, 100-200, например. Но с места в этом буксе она просто не сможет реализовать эту мощность. И по поводу этой мощности, давайте я также скажу вам, что здесь... Я написал, что 400+, да. Но на самом деле турбина, она больше выдает. То есть, я нашел информацию. Кстати, в том числе, благодаря комментариям. Я не стал этим интересоваться раньше. Но я потом посмотрел, загурил просто. И FP Black, это турбина, так называется. Она выдает там что-то 575 сил. Что-то такое. Ну, типа, 575 типа плюс, если так верить в переводу. Я не знаю, в реальности, сколько она может выдать. То есть, даже если она их и даст эту мощность. Не уверен, что мотор сможет ее переварить. То есть, то, что здесь стоят вянстые болты, это как бы и неплохо. Но с другой стороны, прокладка может не выдержать. И блок тоже. Эта машина, типа, как на ней можно и по городу передвигаться. И, как я уже сказал, в следующем видео я это покажу вам. Да, коробка не годится для передвижения по городу и для последневной езды. Чего я делать, кстати, не буду. Но так, когда надо куда-то переехать на ней, то это без проблем вообще. Так вот, ребят. Да, мотор с изюминкой однозначно. Всю мощность турбина не будет выдавать, я так понял. Но я думаю, ее нам вполне хватит. А на этом хочу сказать спасибо за просмотр. Ребята, всем удачи и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok